Словно вернулись во времена талонов и вечного дефицита Правда, вот эта очередь, что стоит здесь с 5 утра, ведет не в магазин, а в отдел ГИБДД Именно туда, где выдают, меняют новые водительские удостоверения Казалось бы, пришел с рассветом, должен оказаться в числе лидеров, а ты уже далеко не первый Просто здесь записываться, лучше здесь стоять до конца Мало ли то, могут листочек подменять или что-нибудь еще, и потом так очередь пропутать Все, понял, ну то есть так проще, и очередь в принципе небольшая, да? Такой ажиотаж сами полицейские связывают с цикличностью Точно так же было ровно 10 и 20 лет назад, ну и вот опять Объясняют, для многих водителей пришло время, когда необходимо менять удостоверение Именно поэтому и случился наплыв Если раньше в день обслуживали максимум полторы сотни человек, то сейчас в час пик эта цифра приближается к 250 Тем не менее, уверяют, с таким потоком здесь справляются В 9.15 пришел уже, точить по бумажке, уже тут, как в советские времена, сами уже тут число ставили, кто за кем Я 50, был там еще пару человек за мной, но в принципе вот прошли все за 2-3 часа, как бы, ну быстро Я планировал, думал, вообще к вечеру Во временной ловушке, рассказывают сотрудники, водители зачастую оказываются сами Так называемые живые очереди должны уйти в прошлое Специально для этого добро пожаловать в многофункциональные центры Это проще, а главное быстрее По городу Барнаулу существует 5 многофункциональных центров и 10 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ Хочется отметить, что заявители не активно пользуются услугами МФЦ То есть в день к нам поступает порядка 80 материалов То есть это в разы меньше, чем производится замена водительских удостоверений здесь у нас Дополнительный вариант – единый портал государственных услуг Кто же, говорят, быстрее, чем проводить полдня в ожидании В результате современные технологии сокращают путь от подачи заявки до выдачи корочек в несколько раз Ну, может, с полчаса я здесь, может Ну, в ковремник назначен, мы все в порядке Полицейские свои слова подкрепляют статистикой По старинке в очереди готовы стоять тем, кому за 50 Молодежь в этом плане более продвинутая Единственное, что в такой ситуации успокаивает шоферов, что сюда они вернутся только через 10 лет Кирилл Политов, Николай Шилко, День с толком